Диагноз болезнь театром актер Евгений Цапаев поставил себе в 10 лет. Первые симптомы почувствовал в театральной студии родного Нижнего Новгорода, где вместе с другими ребятами постигал азы актерского мастерства. С каждым днем заболевание прогрессировало, и в какой-то момент недуг перешел в хроническую стадию. Молодой человек понял, что не представляет жизнь без сцены. Окончил училище имени Евстигнеева и приехал на работу к нам в Саровский драматический театр. Как и любой творческий человек, а тем более актер, Евгений старается пробовать себя в самых разных ролях. Не только на сцене, но и за ее пределами. В качестве режиссера он запустил в городе два проекта. Везде театр, где площадкой для спектакля мог стать даже музей. И театральный подвал, который подарил актерам полную творческую свободу. Там мы можем экспериментировать, делать то, что нам интересно, и то, что не всегда можно пробовать на большой сцене. Потому что большая сцена все-таки предполагает определенный уровень ответственности перед зрителем. А мы проверяем какие-то новые пути, способы общения со зрителем, какие-то новые, может быть, формы, новые тексты, новые смыслы, пытаемся найти, которые мы не знаем, какой вызовут отклик у зрителя. Именно за одну из таких необычных экспериментальных постановок в театральном подвале Евгений получил признание областного министерства культуры. Спектакль «Двое» рассказал зрителям историю двух детей. Русской девочки и чеченского мальчика, которые спрятались от ужасов внешнего мира в одном подвале. По замыслу режиссера, на протяжении всей пьесы актеры и зрители находились в полной темноте. Про войну уже хочется рассказать как-то честно, а это сделать очень сложно. Поэтому и возникла мысль весь спектакль создать, скажем так, в воображении зрителя. То есть зритель оказывается в абсолютно пустом нашем подвале, где вокруг него происходит действие. Зрители ничего не видят, только слышат. И когда это все происходит в воображении, это происходит, по крайней мере, для каждого сидящего в зале честно по отношению к себе. Он сам для себя представляет эту историю так, как он это видит. Евгений признается, что с радостью показал бы спектакль «Двое» еще раз, но пока это невозможно. Театральный подвальчик – помещение довольно тесное, а рисковать здоровьем зрителя недопустимо. Так что придется немного подождать. А пока Евгений с нетерпением ждет возвращения на театральной подмостке. 26 декабря он впервые за 10 месяцев поднимется на родную сцену перед зрителями. Я рад безумно, безумно. Это хороший подарок на Новый год, мне кажется, нам всем. Всем тем, кто придет, и нам всем тем, кто будет тут для всех вас выступать. Дорогие, приходите, мы вас любим. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok